Строительство первого участка дороги Нарьинмар-Уйсинский идет с опережением графика. В этом убедилась и наша съемочная группа, побывавшая вчера вместе с представителями заказчика и контролирующих органов на стройке автодороги. Слово Кириллу Фролову. Более 30 лет дорожники штурмуют бескрайнюю тундру для того, чтобы шаг за шагом приблизить тот момент, когда заполярный Нарьинмар можно будет связать с большой землей дорогой круглогодичного использования. Сегодня мы на очередном отрезке в 23 километра, который должны скоро пустить в эксплуатацию. Строящийся участок дороги Нарьинмар-Уйсинск разбит на три этапа. Первый и второй протяженностью более 11 километров. Третий заключительный этап строительства автомобильной дороги Нарьинмар-Уйсинск составит 12 километров. На всех трех участках работает опытный подрядчик из Ленинградской области «Общество с ограниченной ответственностью техносфера». Строители прокладывают дорогу в сложных тундровых условиях Крайнего Севера. Условия, скажем так, мягко говоря, суровые ввиду особенностей нашей климатической зоны. Есть участки низинные, где действительно поднимаются высокие насыпи для того, чтобы соответствовать по уровню снегозаносимости. То есть есть ландшафты по пересеченным местностям, где, скажем так, менее заметает. Но в целом, как бы, 50 на 50, скажем. Здесь, в тундре, у подрядчика, с которым по результатам электронных аукционов были заключены государственные контракты с централизованным стройзаказчиком Ненинского округа, развернута серьезная производственная база. «У нас очень большое количество техники, то есть, скажем так, более чем достаточное для строительства данного объекта. Мы идем с опережением графика. На данный момент у нас задействовано 48 единиц самосвального парка, 27 единиц дорожно-строительной техники и 18 единиц вспомогательной техники для обслуживания данного строительства объекта». При строительстве объекта подрядчик применяет инновационные технологии и материалы, в том числе с использованием 3D-системы отсыпки-насыпи, которая готова на 70%. Контрольные замеры исполнения работ представители профильного департамента и заказчик объекта, централизованный стройзаказчик, осуществляют не реже, чем раз в три месяца. «Подрядчик работает отлично, у него новые комплекты техники под наши, под все объекты, а это три этапа протяженностью 23 километра. Подрядчик работает с опережением графика на сегодняшний день. Все проблемные вопросы решаются в производственном порядке, в рабочем порядке, проблем с подрядчиком нет». Строительство дороги на Винмар-Усинск идет непрерывными темпами. Несмотря на сложность логистики Крайнего Севера, подрядчик в необходимые для стройки сроки обеспечивает ее всеми необходимыми материалами. «Логистика осуществляется двумя путями. То есть инертный материал, это какие, как чебни, мы завозим через морской порт города на Винмар. Нетканый синтетический материал, другая геосинтетика, георешетки. В данный момент мы завозили по Зимнику через город Винмар-Усинск». Третий этап первого участка дороги протяженностью 12 километров в соответствии с контрактом подрядчик должен сдать в эксплуатацию в октябре 2023 года. Здесь необходимо установить более 10 тысяч погонных метров барьерного ограждения, 115 пластиковых сигнальных столбов и 47 дорожных знаков, а также обеспечить технический проезд к месторождению песка общей протяженностью 6 километров. Но на этом стройка не завершится. После сдачи в эксплуатацию первого участка, а это, напомню, в общей сложности 23 километра, необходимо проложить в тундре еще 27 километров дорожного полотна. Процесс как трудозатратный, так и дорогостоящий. В целом цена проекта 15 миллиардов рублей. К строительству дороги на Винмар-Усинск Ниньским автономным округом привлекаются федеральные средства. «Очень активно работает наш губернатор с Министерством транспорта, с Министерством финансов, для того, чтобы, так сказать, выбить деньги на завершение строительства нашей автомобильной дороги. Это очень большая работа, это работа фактически ежедневная. Тем более, что наша автомобильная дорога входит в перечень работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автодорога на Винмар-Усинск является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Ниньицкого автономного округа и включает в себя не только строительство самой автодороги, но и мостовых сооружений, на строительство которых также необходимо серьезное финансирование. «Мосты, которые требуют капитального ремонта, будут включены в новый региональный проект в составе национального проекта «Безопасные и качественные работы». Это два наших моста. Это мост через реку Колова и мост через реку Лесозаводская Курья. Эти мосты будут включены после того, как начнет функционировать пятый региональный проект «Мостовые переходы и искусственные сооружения». Забегая вперед, отмечу, что содержать автодорогу в тундровых условиях по ГОСТам, разработанным еще в 80-е годы для Сибири и Дальнего Востока, будет достаточно сложно. Если Минтранс не разработает соответствующие стандарты для таких регионов, как Нинецкий и Ямало-Нинецкий автономная округа, которые по географическим и климатическим условиям отличаются от районов Сибири и Дальнего Востока, где много лесов, содержать дороги, впродуваемые насквозь тундре, гораздо затратнее. Кирилл Фролов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».